Я не видел, как падают бомбы на цель, Не видел, как тает в бою батальон, Как рвется земля и двери с петель, Но я помню... Легкая мелодия и простые слова. Усложнять и без того сложную тему нельзя, уверен Вологодский музыкант. Я помню, так Сергей Шалаевский решил назвать первую и, возможно, единственную в своем репертуаре песню о войне. Признается, давно мечтал написать о солдатах Великой Победы, но сколько раз не принимался за текст. Останавливался на первых же строчках. Право, что называется, не имел. Мне так казалось, как минимум. И толчком была вся акция, которая называлась «Бессмертный полк». И когда я услышал о том, что такая вещь будет в Володе происходить, я решил, что мы будем обязательно в этом участвовать. Это нельзя сделать так вот, раз и написал, что называется. По крайней мере, мне это невозможно было. Песня писалась полгода. К Новому году песня стала подарком для всех участников движения «Бессмертный полк». Напомним, это общественная организация. Не коммерческая, не политическая, не государственная. И встать в ряды полка может каждый, чьи родственники ценой своей жизни приближали победу. К «Бессмертному полку» непосредственное отношение я не имею, поскольку у меня и дед воевал, и бабушка. Деда, к сожалению, нет давно уже, а бабушка ветеран, соответственно. Поэтому она не смогла в том числе участвовать в параде. Но мы с моим маленьким сыном обязательно сходили, посмотрели на это все. В колонну, конечно, не пошли. Ему просто не справиться было бы с темпом передвижения. Но все посмотрели, я все объяснил, все показал. Я полагаю, что акция просто великолепная. И нужно больше таких вещей делать вообще, в принципе, потому как забывается, к сожалению. Сергей Шалаевский родился 9 мая в семье военнослужащего. И еще мальчишкой стал пристально следить за тем, что происходит на главных городских площадях в День Победы. Было время, когда на парадах дух захватывало, вспоминает Волокжанин. Но в 90-е праздник стал откровенно скудным. Даже не по представленности людей, может быть, или родов войск, количество колонн, которые прошли, А именно эмоционально они были какие-то довольно странные вещи. Я многие даже, то есть несколько лет даже не ходил, потому что мне было неприятно, потому как, что называется, не дотягивали. В последние годы все в корне изменилось, уверяет Сергей. Стали появляться новые достойные проекты, способные помочь сохранить память о тех, кто воевал. Самый яркий и народный сегодня – это «Бессмертный полк». В его ряды музыкант записал своего деда Николая Николаевича Шалаевского, офицера, артиллериста, который в сороковые был ранен, но дошел до Берлина. В том числе и ему посвящается песня внука «Я помню». Я не слышал раскатов канонады в ночи, Не слышал в окопах молитвы бойцов, Не слушал гармонь под пламя свечей, но я помню. Людмила Алексеева, Игорь Трифонов. Новости Вологды.